Друзья, всем привет! Тем, кто впервые на этом YouTube-канале, обязательно нажмите подписаться. Вчера Кассационно-административный суд вынес решение о том, что решение Верховной Рады об моем отстранении до конца военного положения было незаконным. Я напомню, когда назначался глава службы безопасности Украины Малюк, ближайший друг Татарова, который полностью подотчетен Ермаку и Татарову, я задал ему вопрос, когда ФСБшный гнида Ермак сядет за государственную измену? И второе вопрос, когда ФСБшный гнида Ермак сядет за государственную зраду? Мы не раз с вами говорили, приводили множество фактов, почему Ермак представитель интересов Кремля в Украине. Так вот, Кассационно-админсуд вчера все-таки вынес справедливое решение, что это решение Верховной Рады было абсолютно незаконным. Вы прекрасно помните, какое усилие оказывалось и какое давление оказывалось на Верховную Раду для того, чтобы проголосовать данное решение. И 261 народный депутат просто как паиньки проголосовали за это решение. Это было абсолютно, вы прекрасно понимаете, незаконное решение. Но элементарно, друзья, вспомните, как работала Верховная Рада в 2019-2020 году. Верховная Рада была место для дискуссий, обмена мнениями. Можно было критиковать Зеленского, можно было критиковать Ермака. Посмотрите, как мы плавно начали превращать в такую же Беларусь или Российскую Федерацию, парламент начал. Критика Зеленского и Ермака полностью там отсутствует. На сегодняшний день полностью отсутствует. Вы не видите трансляцию из Верховной Рады, вы не видите, что там творится. Это все закрылось, все. Вас это не касается, то, что там происходит. Они дерибаном занимаются, а вы занимаетесь своими делами. Платите налоги, они там дальше разберутся. Вот как сейчас это выглядит. Элементарно, даже в 2021 году, несмотря на то, как бультерьеры Зеленского пытались оттянуть меня от трибуны Верховной Рады, все равно удавалось как-то говорить о беспределе, которое творится в Верховной Раде. Сейчас вовсе нет. Ты только в Верховной Раде говоришь слово Зеленский или Ермак, прислуга их, вея в лице Стефанчука, моментально выключает тебе микрофон. Моментально, друзья, выключает. Критика полностью отсутствует. Но я бы хотел поговорить о другом. О том, все-таки, насколько важно это решение судей, и которое показывает, что все-таки есть шанс, что мы можем нашу страну развернуть в правильном направлении. И не дать Зеленскому и Ермаку все-таки превратить из этого, из нашей страны в ФСБшную страну. Все-таки есть судьи, которые прекрасно понимают и помнят опыт Януковича, о том, что власть не вечная. И вопрос справедливых решений для них это принципиальный вопрос. Да, такие судьи остаются. И вы прекрасно же понимаете, что этот вопрос был принципиальный для Ермака. И все равно нашли судьи, которые ему сказали нет. Из-за бюрокетических историй мне удастся вернуться в Верховную Раду где-то через месяц-полтора, потому что Верховная Рада, конечно же, будет подавать апелляцию. Ну как Верховная Рада. Ермак с Татаровым будут подавать апелляцию и будут работать над каждым судьей, чтобы тот вынес решение в интересах Верховной Рады. Мы с вами, конечно же, за этим будем наблюдать и смотреть, как судьи дальше будут выносить какое решение. Но я отдельно хочу каждого из вас поблагодарить за ту поддержку, которую вы оказали. За то, что вы не стеснялись, вы не боялись поднимать, писать комментарии, поднимать этот вопрос в социальных сетях. И благодаря этому судьи увидели, что есть резонанс этого вопроса, благодаря именно публичной поддержке. Поэтому, друзья, я хочу каждого из вас поблагодарить за поддержку. Элементарно вы видите, как когда нужно решить вопрос с врагом Зеленского или Ермака, голоса находятся вот так по щелчку. Но когда нужно национализировать Альфа-банк Фридмана, голоса почему-то в Верховной Раде не находятся. Принятие этого законопроекта позволило бы национализировать банк, не имеющий проблем с ликвидностью. Но, конечно же, этого не произошло в Верховной Раде, потому что это невыгодно ни Ермаку, ни Зеленскому. Но при этом Владимир Зеленский выходит и торжественно заявляет следующее. Одна из ключевых задач убрать возможности РФ обходить санкции. Друзья, вы же прекрасно помните эти торжественные заявления Зеленского о том, что наложены санкции на представителей Российской Федерации. Огромное количество, почти 600 лиц. Ну кто там? Актеры, пловцы, фехтовальщики, дети Шойгу, которые никогда в жизни, наверное, в Украине не были, точно не имеют никакого бизнеса. Но Зеленский, конечно же, на них накладывает санкции. Это примерно выглядит так, как Рамзан Кадыров накладывает санкции на сенаторов Соединенных Штатов Америки или на Байдена. Это просто выглядит как огромный мем. Что самое интересное, санкции на Фридмана и на Дерипаску наложили только на 8-й месяц полномасштабного вторжения Российской Федерации. Чем это все время был занят Зеленский его офисом? Конечно, обхаживанием всех этих российских олигархов. Но даже после наложения санкций активы и Фридмана, и Дерипаски до сих пор не национализированы. Вы же прекрасно помните, как руководство «Слуги народа» обхаживало Фирташей, Абрамовичей и других представителей российского бизнеса, олигархов. А кто эти все олигархи? Это держатели активов Путина. Они кошелек Путина в Украине. Не просто так глава Национального агентства предотвращения коррупции Новиков летом 2022 года заявил следующее. Что Михаил Фридман консультируется с украинскими властями относительно того, чтобы получить украинское гражданство и перерегистрировать основные активы в Украине. Теперь вы прекрасно понимаете, что наша власть просто хочет доляху в этих активах. Ермак и Зеленским хотят еще больше активов для себя любимых. Поэтому затягивают весь этот процесс для того, чтобы те успели или продать, поделиться с ними деньгами, или отписать на них долю. Не просто так в заявлении от санкций Европейского Союза относительно российских олигархов говорится следующее. Фридман и его партнер Петр Авен участвовали в усилиях Кремля по снятию западных санкций, введенных для противодействия агрессивной политике России в отношении Украины. В 2018 году Фридман вместе с Авеном посетили Вашингтон с неофициальной миссией, чтобы донести послание российского правительства от санкций Соединенных Штатов Америки и контрсанкциях со стороны Российской Федерации. Авена в этом документе называют самым приближенным олигархом к Владимиру Путину. А теперь, друзья, будет вишенка на торте. Вчера вышло феноменальное расследование схем про то, что альфа-страхование, где совладельцем является олигарх Фридман, страхует автомобили охраны Владимира Путина. Также она страхует автомобили Росгвардии, которые воюют на территории Украины. Но это еще не все. В Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики Российской Федерации, был открыт 57-й по счету военторг, где совладельцем есть Фридман, компания X5 Retail Group вместе с военторгом Российской Федерации. Он называется Военторг Пятерочка. Чем вам не повод национализировать абсолютно все активы Фридмана в Украине? Это Киевстар, это Альфа-банк, это Моршинская, это Миргородская. Только Киевстар, представьте, носит, насколько чувствительную информацию и обладает каким количеством приватной информации украинских абонементов. Как минимум, какое количество абонентов Киевстар сейчас находится на фронте, где самое большое скопление тех, у кого я оператор Киевстар? Это же все конфиденциальная информация, которая находится в чьих руках? В руках олигарха Фридмана. И почему же эти активы не национализируют? Ответ простой, друзья. Потому что Зеленский, Ермак, сраные барыги. Им деньги важнее жизни украинцев. Но самое интересное, что заявил помощник Севковича и глава комитета по налоговой политике Гетманцев. Законопроект сегодня не набрал необходимое количество голосов в зале из-за лоббистских усилий российских и полуроссийских олигархов. Когда нужно меня отстранить, отработавая во Верховной Раде за неудобные вопросы, голоса находятся тут как тут. А как нужно национализировать активы российских олигархов, то тут, конечно же, не находятся голоса. Конечно же, Гетманцева мы вспомнили не просто так. Вчера на Цензернет вышло расследование о том, как Гетманцев находится в центре бизнес-империи семьи Севковичей. Да, тех самых Севковичей, которые являются агентами ФСБ. Так вот, у Севковича есть сын Александр, который руководит их семейным бизнесом. Одним из них это бизнес-центр Лукьяновский. Который находится на территории стратегического предприятия завода «Артем», который изготовляет боеприпасы для нашей армии. Так вот, с этого бизнес-центра могли постоянно выноситься разведданные, потому что окна выходят прямо на территорию завода «Артем». Вы прекрасно помните, какое количество ракетных ударов Российская Федерация наносило и целилось именно на завод «Артем», но попадало в жилые дома, вследствие чего погибли мирные жители. Помимо всего прочего, Гетманцев в ручном режиме помог возместить НДС на 24 миллиона гривен структурам, связанной с господином Севковичем, агентом ФСБ. Но кроме всего прочего, в этом расследовании, друзья, говорится о том, что Гетманцев причастен к работе компании «Европа-Эйр», на которую Соединенные Штаты Америки наложили санкции. И за что, конечно же, санкции наложили? А за то, что эта компания перевозила контрабанды оружия и террористов для пророссийского маршала Хафтара в Ливии. А кто же туда ездил для него воевать? ЧВК Вагнера. Вот как связан Данил Гетманцев с ними. А вскрылась эта история, когда турецкие «Байрактары» уничтожили самолет «Ил», который принадлежал «Европа-Эйр». Тогда Госавиаслужба Украины аннулировала сертификат «Европа-Эйр». И кто же в судах поехал защищать интересы «Европа-Эйр»? Конечно же, компания «Юри Мэкс» Данила Гетманцева. Сертификат в судах не удалось им отстоять, поэтому они создали новую компанию с тем же самым директором и получили новый сертификат. Но теперь, друзья, интересный момент. В 2020 году телеканал «Россия» засветила номер самолета, чей интерес отстаивал Данил Гетманцев со своей юридической компанией в Центральной Африканской Республике, куда приехали террористы ЧВК Вагнера. Также журналисты установили, что мама Гетманцева выдала кредит в 650 тысяч долларов гражданину Ливана, который в узких кругах его называют «человеком, который торгует оружием для диктаторских режимов». В 2017 году борт этого Ливанца задержали в аэропорту Жуляны. Там находилось 17 ящиков с контрабандным оружием и деталями для самолетов, которые он отвозил в Иран. Кто сейчас помогает Российской Федерации с оружием, с беспилотниками, с боеприпасами? Конечно же, Иран. В этом же расследовании говорится, что мама Гетманцева пользовалась услугами латвийской компании в 2020 и 2021 году. Основателя этой латвийской компании в Соединенных Штатах подозревают в отмывании денег за продажу нелегального оружия таким странам, как КНДР, Сирия и Иран. Друзья, теперь самый сок. На самом деле просто какой-то сюрф, в который тяжело поверить. Туристическая компания, которая принадлежит маме Гетманцева, под названием TPG, выиграла 32 тендера от Укрспецэкспорта. Она покупает представителям Укрспецэкспорта билеты на самолет, занимается их перевозкой, бронированием номеров в отеле, когда они едут договариваться о закупке оружия для Украины. А теперь представьте на секунду, что вот эти все данные попадают в руки ФСБ. И когда каждый представитель от Укрспецэкспорта едет в какую-то страну договариваться о предоставлении нам определенного оружия, в номерах уже есть жучки, в автомобилях уже есть жучки, которые там установили ФСБшники. Это просто на голову не натянешь. Это здесь и сейчас происходит уже после полномасштабного вторжения Российской Федерации. Агентура ФСБ просочилась абсолютно во все слои нашей власти. Но это, друзья, еще не все. Компания, связанная с сыном Севковичем, продала национальной полиции Украины и представителям Министерства обороны автомобили на 24 миллиона гривен. Уже вся страна просто говорит Зеленскому, тебя окружают ФСБшники. Либо ты от них избавляешься, либо подтверждает тот факт, что ты сам стал ФСБшником. И Зеленскому нужно уже сделать выбор. Либо он часть этой ФСБшной системы, либо он пересажает всех этих ублюдков. Если он этого не сделает, то настанет день, когда мы выйдем всем им вместе с Зеленским, дадим по зубам, а дальше ему светит тюрьма. Слава Украине!